Здравствуйте, с вами Максим Владимиров. Сегодня я хотел бы представить вашему вниманию обзор устройства, которое, несмотря на свою неординарность, не вызвало бурного обсуждения после своего выхода в декабре 2010 года. Не найдя полноценных обзоров в интернете, я крайне удивился, так как, с моей точки зрения, данный девайс сослужит всяческого внимания. Итак, знакомьтесь, планшетный ноутбук от компании Fujitsu Lifebook T580. Необходимо сразу отметить, что в отличие от многих гаджетов, которые появляются сегодня на рынке, данное устройство имеет ярко выраженную концепцию использования. Во-первых, целевая аудитория T580 – это люди, для которых компьютер нужен в первую очередь для работы, а не для потребления контента или интертеймента. Во-вторых, краеугольный камень нашего ноутбука – это совмещение в одном корпусе функций и возможностей, а следовательно и преимуществ, сразу нескольких устройств – самого ноутбука, планшета и с некоторыми оговорками обычного настольного компьютера. Итак, мы наконец добрались до самого аппарата, и давайте скорее же посмотрим, какие у него есть разъёмы и обсудим дизайн. Да, для начала порты. Правый торец устройства. Здесь мы видим гнездо для стилуса и проушину для шнурка. Решётка вентиляции, выход USB, порт Ethernet, порт VGA и кнопка включения-выключения нетбука. Верхний торец. Порт HDMI, батареи, кенсингтонский замок и здесь мы видим также шарнир, на котором крепится поворотный дисплей. Левый торец. Порт для зарядки, ещё один USB-выход, ещё одна решётка вентиляции, слот для SD-карт и также переключатель беспроводных соединений. И здесь мы видим слот для смарт-карт, что ещё раз подтверждает концепцию, для кого нужен этот ноетбук. Наконец, нижняя сторона. Четыре светодиода, показывающие работу устройства. Два разъёма. Это у нас наушники, и тут же можно подключать обычные колонки. И также микрофон. Здесь мы видим, ну, об этом чуть позже, клавиши тачпада. Этот динамик, надо сказать, что он здесь один, и забегая вперёд, я скажу, что он даёт не очень хороший звук. Рычажок, чтобы доставать наш замечательный стилус. А вот об этой детали я скажу чуть-чуть позже. Верхняя крышка Lifebook T580 также содержит в себе несколько необычных сюрпризов. Помимо логотипа самой компании, здесь располагаются три хардверные клавиши и микрофон. Эти клавиши нужны для работы в режиме планшета. Здесь мы с вами можем наблюдать клавишу вызова диспетчера задач, то есть это обычный Alt-Ctrl-Delete, принудительная ротация экрана и вызов специального меню управления. Раскроем последние секреты нашего сегодняшнего персонажа в буквальном смысле. На первый взгляд, самый обычный ноутбук. Однако это не совсем так. Во-первых, клавиатура, по заверению Fujitsu, устойчива к паралитию жидкости. Пока мне не удалось это проверить, и я надеюсь, в будущем не удастся. Тачпад действительно ничем особенно не примечателен, хотя вот эти клавиши выглядят какими-то немножко дешевыми и как будто не очень устойчиво сидят свои гнезда. Экран, помимо того, что поворачивается вот таким образом, на 180 градусов только в одном направлении, имеет для 10 дюймов очень приличное разрешение 1366 на 768 точек. Кроме обычной веб-камеры, 1,3 мегапикселя, на левой стороне располагается сканер отпечатков пальцев. И деталь, о которой я уже говорил, но не рассказывал подробно, это вот такая антенка. И да, вы угадали, в T580 есть 3G-модуль, что огромный позор в его рукаве. Дизайн и внешний вид. Материалы корпуса. Как вы видите, здесь все сделано исключительно из пластика, никакого металла или других излишек здесь нет. Черная пластмасса с вот такой вот серебряной окантовочкой. К слову сказать, этот пластик не глянцевый, а матовый, что безусловно плюс, потому что глянцевая поверхность очень быстро царапается, приходит в ужасный внешний вид. И, несмотря на то, что здесь все-таки матовое покрытие, отпечатки пальцев, тем не менее, останутся. Вот, например, пока я делаю этот обзор, мне постоянно приходится чистить вот эту панель, для того, чтобы она имела, так сказать, товарный вид. Однако, не могу не отметить, что мой предыдущий ноутбук, у которого именно глянцевая крышка, очистить так не удается. Здесь же проблем особенных не составляет. Дизайн в целом можно охарактеризовать следующим образом. Как представляется, разработчики не ставили внешний вид своего детища во главу угла. Очевидно, ставку они делали на начинку и функциональность гаджета. T580 не производит такого вау-эффекта, как макбуки или ультравуки, что уж там говорить об айпадах. Это устройство выполнено в минималистичном бизнес-стиле, без каких-либо ярких деталей и красок. И тут уже дело каждого, нравится ему он или нет. А вот габариты нашего героя способны расстроить кого угодно. T580 длиннее и шире своих конкурентов этого класса. 270 мм и 189 мм против привычных 258, 260 и 183, 185. Что, как вы понимаете, никоим образом не сказывается на размерах дисплея. Те же 10 дюймов. Ну и самое главное, он гораздо тяжелее и толще. 39 мм и 1400 граммов делают его на фоне 25 мм и 1000 граммов прочих 10-дюймовых ноутбуков, но просто каким-то монстром. А неизбежное сравнение с другими планшетами силы поворотного дисплея также проигран у Fujitsu полностью. Например, тот же iPad. Он в весе меньше 2,5 раза, а в толщину 4 раза. Таким образом, записать в плюсы габариты нашего устройства мы никак не можем. Далее, сборка. Как это ни странно, несмотря на японскую сборку этого устройства, у меня она в руках почему-то как-то скрипит и вот немножко похрустывает. Возможно, вы это даже слышите. Это, конечно, производит не очень приятное впечатление, учитывая, что Япония славится своим качеством. Однако, возможно, это дефект конкретно вот этой модели. После вот такого долгой и слегка затянувшейся преамбулы посмотрим на работу нашего героя. В первую очередь, на работу в качестве нетбука. Но поскольку все познается в сравнении, сравним мы его с нетбуком производства компании Acer, выпускаемым под маркой Packard Bell, Packard Bell.S. Он также появился на рынке в 2010 году, правда, чуть пораньше, и обладал для того времени, как в общем и сегодня, неплохими характеристиками для 10-дюймовки. А именно, это двухъядерный процессор Intel Atom N550 с тактовой частотой 1 ГГц. Это 2 ГБ оперативной памяти, стандартная встроенная видеокарта Intel GMA3150 и Windows 7 Starter на борту. Для начала, скорость загрузки. Для этого я постараюсь запустить наших распытуемых синхронов 3.2.1. Поехали. И пока стартует система, я расскажу вкратце о начинке T580. Во-первых, процессор здесь Intel Core i5. Он, конечно, первого поколения, то есть никакого Sandy Bridge, никакого EV Bridge здесь нет. Есть технология Turbo Boost. Она позволяет увеличить скорость вращения камня с 1300 МГц до почти 2000 МГц. К сожалению, управлять этой функцией нельзя. Компьютер сам определяет, когда идет нагрузка, и включать ее автоматически. Но возможность, конечно, радует. Жесткий диск здесь на 500 ГБ. Стоит сразу отметить, что есть конфигурация, где установлен камень Core i3, а есть также и конфигурация, где установлен SSD диск. Вот, кстати говоря, вы уже видите, стартовала система, и вы могли слышать динамики. Вот сейчас стартует Packard Bell. У T580, как я говорил, один динамик, и он, скорее, символический. Кроме того, здесь у нас 4 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 8 ГБ. И, что очень интересно, это видеокарта. Она, конечно, здесь интегрированная, дискретная, здесь поставить нельзя физически, но заслуживает она тоже внимания. Это не Intel GMA 3150, который устанавливается практически во все ноутбуки 10-дюймового хром-фактора. Это Intel GMA HD. Своей памяти у нее 256 МБ, но производитель заверяет, что она может подкачивать до 1700 МБ из оперативной памяти. Т580 загрузился чуть-чуть побыстрее. Обои рабочего стола выдают здесь Windows 7 профессиональную. И сейчас я хотел бы сравнить экраны. Как вы помните, здесь 1366 на 768, а здесь 1024. Открываем браузер. И, кстати говоря, можете оценить скорую загрузку Wi-Fi 7. Здесь одна. Core i5, конечно, выигрывает. И откроем YouTube. Открываем YouTube. Опять же, видите, что Atom чуть-чуть медленнее. 1024 точки. Открываем, и видео обрезается. Обрезается. Нам постоянно приходится подкручивать страничку. Вот таким вот образом. Поначалу, может быть, это покажется несущественной деталью. Но вот я два года пользуюсь этим ноутбуком, и меня за эти два года это ужасно воздражает. Что мы видим на 1366 точках? Открываем то же самое видео. Оно открывается в меньшем окошечке, но зато он открывается сразу целиком. Ну, хвала небесам. Можно не подкручивать страницу. Это, на мой взгляд, очень удобно. Кроме того, как это не покажется смешным, только после того, как я посмотрел на вот этот экран, я стал впервые замечать пиксели и вообще зернистость на дисплее с 1024 точками. Ну и, конечно, производительность. Поскольку в обоих случаях у нас установлено Windows 7, я предлагаю немудросту отбукаво и посмотреть результаты стандартного теста от Microsoft. В Packard Belly нам насчитали минимум в 2,9 балла. Это производительность рабочего стола для Windows Aero. Fujitsu гордо демонстрирует 3,2 балла минимальной производительности. Это, конечно, опять стол Windows Aero. На этом завершим наше сравнение и дальше будем изучать только продукты от Fujitsu. Согласно документации, 6-ячейчная батарея должна обеспечивать автономную работу в течение 8 часов от одной залядки. Как мы все понимаем, это, конечно, маркетинговый ход. А вот управление энергосбережением здесь крайне кривое, на мой взгляд. Если мы яркость экрана еще можем регулировать с клавиатуры, в общем, особенно не напрягаясь, то подключение и отключение модулю беспроводной связи очень неудобно. С одной стороны, как вы, наверное, помните, здесь у нас есть соответствующая клавиша. Но она включает и отключает сразу все указанные модули, что, возможно, не здорово. С другой стороны, мне очень не хватает какой-нибудь простой и понятной утилиты, где можно активировать эти соединения за одно-два движения. Вместо этого мне приходится залезать в какую-то программу, которая называется PAUSEAVING UTILITY. Заходить вот в такое меню, где будут отображены текущее состояние этих модулей. Вот у меня беспроводное соединение Wi-Fi, вот у меня дисплей, вот у меня Ethernet, вот у меня Bluetooth. Соответственно, мне каждый из них надо настраивать, после чего нажимать ОК, после чего программа меня спрашивает, еще раз спрашивает. И только потом включает или отключает эти самые модули. Очень неудобно. И это однозначный прокол у Fujitsu. Видео 1080p идет как с самого компьютера, проигрываются фильмы. Пожалуйста, файл МКВ весит примерно 8,5 гигабайт. Пожалуйста, нет проблем. Все проигрывается, все работает. Так, и в интернете. Возвращаемся на YouTube. 1080p. Пожалуйста. Логичный вопрос, который вытекает из разговора о производительности. А как здесь обстоит дело с игрушками? Ответ на него положительный. В качестве примера для обзора я установил Героев Меча и Магия 5. И демонстрация. Сейчас выставлены максимальные настройки производительности. И, как вы видите, интерфейс главного меню немножко подтормаживает. Идет видеозаставка. Можете, кстати говоря, еще раз оценить качество динамиков. Звук, конечно, выдаваемый ими не самыми хорошими, скажем. Ну, как и есть. Так, перейдем к самой игре. И, пожалуйста, можно играть. Никаких проблем особенных нету. В игровом процессе интерфейс не тормозит. Все плавно. Кентавры какие-то. Крестьяне. Ну, и для примера... Давайте сыграем один бой. Играть мы его будем на скорую руку, поэтому не осуждайте меня. Собственно, я хотел продемонстрировать, как отрабатывается графика вот в таком варианте. Как вы видите, опять же, все плавно, мягко, гладко. Никаких тормозов и глюков. Ну, перейдем сразу к выводу. Играть в игру 2006-2007 годов здесь можно даже на максимальных настроеках без особенных преград. Из других ресурсоемких приложений, с которыми я успел пообщаться на T580, можно назвать Corel Printer 12, Photoshop и Sony Vegas Pro. Не везде работа была безупречной, но, тем не менее, работать можно. Познакомившись с наэнбучной ипостатью нашего героя, перейдем к... Планшетной. На этом поле, как вы понимаете, неизбежно сравнение с прочим и планшетом. Для начала экран. Он выполнен по технологии TFT и в помещении при максимальной яркости выдает достаточно приличное изображение. К сожалению, TFT очень быстро высветает на солнце и при повороте угла обзора, конечно, не будышные, инвертирование происходит практически мгновенно. Но если по горизонтали мы его покрутим не так быстро, но, к сожалению, тоже ситуация не идеальная. T580 в этом месте, конечно, проигрывает другим планшетам. Что касается ротации, то у нас тут установлены специальные утилиты для этой функции. Давайте попробуем. Повернули. Экран подгас ненадолго. И в портретный режим. Давайте еще раз попробуем. И... Да, вот ландшафтный режим. Здесь, опять же, как мне кажется, T580 снова уступает остальным планшетам, потому что там ротация дисплея происходит быстро и без разрывов. На iPad так даже и красиво. Здесь, к сожалению, разрывы присутствуют. Также мне не нравится, что производитель никак не защищает свой дисплей. Fujitsu не предлагает никакого-нибудь своего каленого стекла, не горело глаз. Оттуда оно было бы очень уместно, потому что, если вы работаете со стилусом, то то и дело возникает ощущение, что вы сейчас поцарапаете экран. Еще один момент, который смущает в планшетном режиме, это эргономика. Удобнее всего держать T580 при ландшафтной ориентации именно вот так. Но если вы при этом захотите использовать стилус, а он будет у вас на шнуке, как у меня сейчас, то вы очень быстро обнаружите, что этот самый шнурок постоянно мешает работать. Если же перевернуть гаджет вот так, то веревочка уже больше не мешает. Но центр тяжести при этом располагается сверху, и гаджет норовит постоянно упасть. Что же до вентиляции? То поскольку она располагается сбоку, то в ландшафтном режиме, как бы вы не взяли T580, вот так, вот так, вы будете постоянно закрывать ее ладонью, что плохо со всех точек зрения. Но довольно грустно, давайте о приятном. Поговорим о стилусе. Вряд ли я открою большую тайну, если скажу, что перо здесь призвано заменить мышку, когда T580 работает в режиме планшета. Сам по себе стилус выполнен из металла и в руке лежит достаточно приятно. Он выполняет все те же самые функции, что и обычная мышка. Например, двойное нажатие, пожалуйста, выделение объектов и перемещение объектов. Давайте мы переместим что-нибудь в музыку. Вот правая кнопка мышки здесь реализована не самым улыбным образом, но с другой стороны я не могу себе представить, как можно было в таком формате сделать лучше. Во-первых, можно просто нажать и удерживать стилус. Появляется менюшка, вот так. Другой вариант, если я буду одновременно нажимать кончиком пера и вот на эту кнопочку. Я могу сразу сказать, что я до конца так и не освоил данную функцию, и поэтому сейчас мне придется немножко импровизировать. Итак, 3, 2, 1, поехали. Вот, как кажется, получилось, но лично мне совершенно неудобно и некомфортно, и мне все-таки проще долго нажать. Также мне хотелось бы продемонстрировать, как здесь осуществлено распознавание рукописного текста. Для этого откроем блокнот, развернем, здесь появляется специальная панелька, вот появляется строка, на которую можно что-то писать. Давайте я напишу слово «обзор», сразу предупреждаю, что почерк у меня не самый приятный, уж простите. Да, программа распознала наше слово, проблем особенных нет. Замечу также, что даже когда я пишу быстро, и буквы получаются еще более корянными, 95% стандартного текста распознаются правильно. Учитывая, сколько мы допускаем описок, я думаю, такая погрешность в пределах нормы. Интересным получилось также и редактирование. Например, если мы хотим исправить ошибку в слове, то нужно для начала кликнуть по слову и, ну, скажем, дописать букву или ее зачеркнуть. Если мы слово хотим разбить на два, то надо нарисовать вот такую прямую, а если мы наоборот хотим совместить два слова, то мы рисуем вот такую полудугу. Ну, если же у нас совсем неправильно что-то получилось, мы просто зачеркнем. Вообще, пожалуй, за исключением отсутствия колесика скроллинга и не очень удобной реализации правой кнопки мыши, все в стилусе довольно функционально. Например, в Word можно включить специальную опцию, чтобы рисовать прямо поверх текста. Вот, можно делать какие-нибудь комментарии, что-нибудь написать. Кстати сказать, обратите внимание, экран поддерживает разную силу нажатия. То есть, если я буду жать сильнее, линия будет толще. Если я буду жать слабее, линия будет тоньше. С помощью специально предустановленной программы ножницы можно сделать снимок экрана и прямо здесь же сделать какие-нибудь комментарии или тоже заметочки. Довольно удобно, на мой взгляд. Я, например, таким образом редактирую карты. И последняя интересная утилитка, записки. С ее помощью можно прямо на экран лепить вот такие вот замечательные стикеры и что-нибудь на них писать. Я использую в качестве напоминалки. Так что, на самом деле, стилус реализован здесь настолько удобно, насколько это вообще возможно в Windows 7. Обратимся теперь к сенсорному управлению. Увы и ах, остальные планшеты оставляют T580 далеко позади. Главная проблема в том, что Windows 7 просто не оптимизирована под пальцы. Для работы пальцами нужно очень точно попадать в иконочки. А это не так-то просто. Даже несмотря на то, что Fujitsu предлагает нам так называемый Touch Mode. Вот он. По большому счету, все, что он делает, это увеличивает вот эти вот кнопочки. И не более того. Да, по ним попадать стало удобнее, но в целом это не сильно облегчает нашу жизнь. Например, в Google Chrome закрыть вкладку, но это настоящая проблема. Вот видите, сколько я не нажимаю, у меня не получается попасть. Приходится, как правило, использовать для этого стилус. Ну ладно, бог с ним такой хромом. То же самое наблюдается в Word. Если скроллинг в целом нормальный и плавный, то попасть вот в эти вот маленькие пиктограммочки, ой-ой-ой, как сложно. К тому же не везде скроллинг идеальный. Если в Word и в PDF он в целом нормальный, то, например, в Skype он вообще не работает. Просто по той причине, что когда я пальцем тапаю вот в этом поле, то вместо того, чтобы прокручивать программу, я выделяю контакт. Приходится это делать, опять же, пальцами, и это очень неудобно. Экран поддерживает Multitouch. Целых четыре касания. И Fujitsu предлагает 14 жестов управления. Но я, правда, все так и не отсвоил. И, в общем, особенно ими не пользуюсь, потому что, как правило, они реализованы не очень хорошо. Лучше всего у меня получается сворачивать окно тремя пальцами. Вот так. Если же я использую зуммирование щепком, ну, в целом нормально. Но при этом, если я буду пытаться зуммировать скроллингом и вообще использовать как бы колесико пальца, то у меня это, как вы видите, получается неважно, на мой взгляд. За эти 14 жестов отвечает программа Endrig, предустановленная производителем по умолчанию. Кстати, сказать в том же Endrig можно настроить режим ввода. Только перо, только касание, автоматический режим или двойной режим. Это очень удобно, потому что, если, например, вы рисуете в том же Corel Pinter 12, то логичнее отключить ввод пальцем, чтобы просто кисть, которая будет, безусловно, касаться экрана, чтобы она просто не мешала. Но, кроме того, как вы знаете, Windows предлагает и свои жесты управления. По умолчанию их 4, но я поставил себе раскладку на 8 жестов. Сейчас я вам продемонстрирую. Итак, откроется панель управления. Вот она, вот здесь, как вы можете видеть, 8 жестов. Я установил себе такие, прокрутка вверх, прокрутка вниз, удаление, смена языка, shift, control и перемещение. Довольно удобно, но, к сожалению, эти жесты работают не везде. Например, скажем, мне было очень актуально смена языка. Сейчас у меня стоит русский, если я проведу вот так пальцем, у меня получилось сменить на английский. Но, например, в Word почему-то эта опция не работает. И там это нужно делать вручную. То же самое далеко не всегда почему бы срабатывать это в том же Google Chrome. Зато очень понравился сканер отпечатков пальцев. С его помощью осуществляется нормальная прокрутка. Ну и, соответственно, в портретном режиме. А вот что будет вызывать мои бесконечные нарекания, так это виртуальная клавиатура. Другие планшеты дадут здесь стоячку вперед. Давайте я продемонстрирую. Открываем блокнот, клавиатура. И первое, на что мы обращаем внимание, она свободно перемещается по экрану. Правда, справедливости ради нужно заметить, что в настройках можно выставить закрепление в нижней или по верхней половине, но при этом остальные окна будут как бы подпрыгивать вверх или наоборот падать вниз. Получается это менее органично, чем на том же Android или на той же iOS. Ну, да бог с ним. Оборотной стороной вот такого свободного полета является то, что если вы промахиваетесь по клавише или по клавиатуре, то вы часто рискуете просто перейти на открытое на фоне окно. В данном случае это блокнот. Постойкость это происходит в трех случаях из десяти, это раздражает и сильно затормаживает процесс набора текста. К тому же, несмотря на то, что Windows предлагает некоторые жесты управления, которые я уже показывал, переключение языка получается на этой клавиатуре тоже довольно кривое. Если на том же Android, на той же iOS вы просто проводите по пробелу пальцем, то здесь нужно вызвать вот такую специальную вкладочку с языками, здесь по умолчанию предустановлено русский и английский, попасть по нужному языку. Как вы помните, это не так-то просто, и тогда раскладка смеется. Если вы набираете текст, например, на русском, и вдруг надо вставить слово или словосочетание на английском, это опять же затормаживает процесс набора текста. Но, пожалуй, главная моя претензия к этой клавиатуре, которую предустановлено здесь по умолчанию, является то, что почему-то на ней невозможно набирать текст двумя руками или хотя бы просто двумя пальцами. Если я буду держать текст 180 вот так, и буду пытаться пищать большими пальцами, то до середины клавиатуры я просто не дотягиваюсь, а к тому же вес 1400 грамм, просто не позволит мне долго держать текст 180 вот в таком положении. Если же я его разворачиваю в портретную ориентацию, то клавиши будут настолько мелкими, что количество отпечаток будет просто зашкаливать. Я не знаю, с чем это связано, полагаю, и, скорее всего, все-таки, видимо, с тем, что Windows 7 не заточена под пальцем. Поэтому производители выжили максимум того, что возможно, но выше головы прыгнуть как-то измыслен нельзя. Поэтому, когда я, например, в парке сижу на лавочке и набираю текст, я как дурак по 10-дюймовому экрану вожу одним пальцем. Я иногда и смс набираю быстрее. Так что, если за стилус я могу смело поставить 5 с минусом, либо 4 с двумя большими жирными плюсами, то за виртуальную клавиатуру я поставлю «Фильджит Фуджицу» и «Белу Гейтсу» в частности, ну, наверное, 3 с плюсом, либо 4 с двумя большими длинными минусами. Продолжая сравнение с обычным планшетом, мы давайте посмотрим на быстрый старт аппарата. Для этого для начала усыпим его, то есть запустим спящий режим. Устройство заснуло шустрым, не бы так. Сразу же его разбудим. Выходит это довольно быстро, но при этом почему-то начинается автоматическая ротация экрана. Я долго думал, с чем же это может быть связано, и кажется, я наконец понял. Дело в том, что в отличие от Android или iOS, где гасятся только экран, здесь включается вся система в целом. И когда мы ее запускаем, ей нужно как бы заново прочитать, в каком положении мы ее держим. Это раздражает, и я думаю, вот это постоянное включение и отключение аппарата встарется негативно на его сроки службы. Кроме того, у обычных планшетов есть преимущество в виде экрана блокировки, который, конечно, удобнее, чем стандартный пароль от Windows. Последняя планшетная фишка T580, которую мне хотелось бы показать в этом обзоре, это 3G-модуль и GPS-приемник. Да, я вначале как-то забыл сказать, что вообще-то в нашем аппарате есть еще и GPS, но я сейчас сделаю оговорку и скажу об этом чуть-чуть позже. Итак, для начала мы включаем наши беспроводные соединения. Пиктограммочка замигала. Да, я буду использовать стилус, поскольку мне придется работать с мелкими иконками. Вот наша сеть. Самобильный интернет у нас отвечает предустановленная усилитка OneClick Internet. Как вы могли заметить, Fujitsu предлагает довольно широкий пакет программ, которые она устанавливает на свои аппараты по умолчанию. И давайте мы немножко улучшим качество связи. Давайте мы достанем нашу антенну. Опытным путем было доказано, что она действительно улучшает качество сигнала. Да, вот мы подключились к интернету. Ну и давайте откроем Internet Explorer, чтобы тест наш был честным. Вот мы вышли на сайт Fujitsu. Сразу хочу заметить, что у меня здесь вставлена сейчас сим-карта с очень медленным интернетом. Но я смею вас заверить, что на нашем любимом леоторе было я про нее. Но я смею вас заверить, что на сим-картах, где интернет установлен быстрый, все работает просто на ура, не медленнее, чем на остальных аппаратах. Так, давайте выйдем, например, в Яндекс наш любимый. Пожалуйста, он открылся. Ну и давайте, чтобы завершить как-то картину, давайте напрямую в маркет пойдем. Вот, пожалуйста. Таким образом, за 3G-модуль я ставлю разработчикам твердую пятерку. Теперь о GPS. Я заранее установил свои координаты, и пускай пока карта загружается, я немножко расскажу о теории. Дело в том, что компания Fujitsu вела себя очень некрасиво. Во всех анонсах и во всех презентациях она заявляла, что до 580 поддерживает обычный GPS. На самом деле это не так. На самом деле наш гаджет поддерживает только функцию AGPS, то есть отслеживание координат через мобильный интернет, что, согласитесь, далеко не одно и то же. Например, у меня с такой скоростью через сим-карту установление координат заняло практически 7 минут, что совершенно неприемлемо. Но надо сказать, что координаты были установлены точно, потому что я действительно сейчас нахожусь в доме номер 7 по улице Фихта в городе Тюбинген в Германии. Но даже с такой точностью мне непонятно, а зачем, собственно, здесь нужен этот самый GPS или AGPS? Что мне с ним делать? Использовать Т580 в качестве навигатора, ну это просто смешно. Большой, громоздкий, невысокое время жизни от аккумулятора, к тому же не очень ориентированный на пальцы, ну, то есть, не вариант абсолютно. Производитель заявляет, что GPS здесь нужен для безопасности. То есть, если вы утеряли свой ноетбук и у вас включен GPS, то вы сможете узнать, где он находится. На мой взгляд, это, скажем так, подгонка фактов под теорию, потому что, ну, никакой здравомыслящий человек не будет постоянно держаться здесь включенном мобильный интернет. Он пушит слишком много батарейки. Поэтому это, как мне кажется, просто маркетинговый ход. В начале обзора я произнес такую фразу. Т580 можно использовать в качестве альтернативы обычному десктопу. Сейчас я хотел бы проиллюстрировать мое утверждение. Для этого нам потребуется монитор производства компании ASUS 23 дюйма, колонки, мышка и клавиатура. Для начала монитор. HDMI кабель. Подключаем его к ноутбуку. Да, сейчас картинка выводится сразу на два экрана, поэтому давайте закроем тут же и сун. Далее мышка и клавиатура. А вот тут маленькая загвоздка. Дело в том, что вы помните, я надеюсь, что почти все современные устройства года делаются с USB интерфейсом, а в T580 всего их два. Поэтому нужно искать какой-то компромисс. В данном случае я решил использовать беспроводную клавиатуру, беспроводную мышку, у которых один USB адаптер. Можете, кстати говоря, оценить качество звука в двух колонках. Здесь уже что-то более-менее приличное. И, пожалуйста, клавиатура. Да, вот, меню. Можем полистать. Ну и так далее. Ну и сразу вывод. Действительно, нашу герой можно использовать в качестве замены обычному компьютеру, хотя есть некоторые ограничения. Во-первых, все-таки много проводов. Провод для питания, HDMI, колонки. Если вы хотите подключить еще внешнее устройство, то еще один провод, а может быть и больше. Не очень, конечно, это красиво, но тем не менее можно. Другое ограничение это количество USB хостов. Их всего два. И, конечно, это плохо. Лично я бы предпочел заменить не очень нужную мне клавишу переключения беспроводных соединений на лишний USB порт. Это было бы, на мой взгляд, удобнее. Но разработчики решили иначе. И в случае, если мне просто нужно больше USB портов, то мне придется использовать USB концентратор, что делают некоторые издержки. По опыту могу сказать, что я очень быстро перестал обращать внимание на то, что данные и информация, которые я подправляю с этого экрана, вообще-то хранятся на нетбуке. Здесь, опять же, я возвращаюсь к концепции, о которой я говорил. Опять же, лично мне очень удобно, что я могу продолжать работать с теми файлами, с которыми я работал на работе или в офисе, прямо с той же точки, где я закончил. Просто я прихожу домой, включаю один-два кабеля, и у меня все стартует с того же места, где я и останавливался. Лично мне это гораздо важнее, чем производительность. А, я напомню, что и производительность здесь не такая плохая, и про желание, я могу и поиграть, и могу поработать с серьезными приложениями. Например, собственно, этот обзор я монтирую на T580. Ну что ж, пора сделать выводы. Я отказываюсь оценивать рассмотренный нам девайс в категории «хороший», «плохой», «удобный», «удобный», «удачный» и «неудачный». С моей точки зрения, этот аппарат, в отличие от многих гаджетов, которые выходят сегодня на рынок, обладает ярко выраженной концепцией применения. Кому нужен T580? Это те пользователи, которые хотели его получать в одном корпусе, производительность среднего десктопа, габариты от ноутбука и функционал, приближающийся к таковому у планшета. Если же эти три требования не ваши, то тогда, наверное, вам этот аппарат не подойдет. Если бы вы хотели иметь больший дисплей, или если вам не нравится производительность, габариты, или просто, если вы хотите по дороге на работу не читать переписку с коллегами, а играть в игрушки, конечно же, T580 – это не ваш выбор. Ну и напоследок, несколько слов о концепции. Корпорация «Фружица» два года назад первого пыталась крестить «бульдогу» с носорогом», то есть объединить в одном корпусе при указанном девайсе. Два года назад было неудивительно делать это на базе нетбука. Сегодня производители делают то же самое, но идут своим функционалом, что неудивительно, потому что сегодня ни у кого не вызывает сомнений этот факт, что будущее за планшетами. И на последней выставке «Ифа» были представлены многие аппараты, которые призваны заполнить эту нишу. Они представляют собой мощные планшеты с мощной начинкой, на которую устанавливается Windows 8, на которую подключается бокс-станция в виде клавиатуры. Видимо, именно таким и будет этот девайс в будущем, но я вынужден в оправдании и защиту Windows 880 сказать следующее. Учитывая тенденцию последних лет, можно ожидать, что эти аппараты еще примерно год будут, так сказать, дорабатываться, потому что, к сожалению, сегодня на рынок выбрасывается довольно большое количество сырых гаджетов, где железо не подобно на софту или наоборот. Не надо забывать, что Windows 8 только-только вышло и, видимо, в духе Microsoft первые несколько месяцев будут сплошными жалобами на баги и глюки. Так что, я думаю, еще в течение года, наверное, T580 будет себя оправдывать. Ну и даже после этого, если на него установить Windows 8, я думаю, многие недостатки, которые связаны именно с операционной системой, которая не заточена под пальцем, я думаю, что многие из них уйдут. Конечно, останутся такие недостатки, как габариты, как не очень долгое время жизни, но с этим уже ничего не поделаешь. Однако, я думаю, еще год-полтора T580 будет рентабельна. После этого, к сожалению, как это ни проскорбно, я боюсь, я буду вымышленно сменить той проявившейся мне милой моему сердцу аппарат компании Fujitsu на более новой и современной. Однако, свою задачу, как мне кажется, он в том моменту выполнит, и я абсолютно им доволен. Нисколько не жалею, что я его купил. Благодарю за внимание, с вами был Максим Владимиров. Субтитры создавал DimaTorzok